Здравствуйте! Здравствуйте! Это «Город новостей» в студии Елена Гречищева. События жизни города в материалах наших корреспондентов. Сегодня в выпуске. Авария с автобусом. Иномарка протаранила междугородний автобус под Кунгуром с 30 пассажирами. Общая тревога. Как кунгуреке отнеслись к учебной сирене, которая предупредила их о возможной опасности. Судить будут дистанционно. Служители Фемиды сегодня опробовали новый способ принятия судебных решений. Почти 30 пассажиров в рейсовом междугороднем автобусе. Все они сегодня утром попали в дорожно-транспортное происшествие. На так называемой «бабочке» транспортной развязки на въезде в Кунгур автобус протаранил японский внедорожник. Последствия аварии сняли на камеру мобильного телефона. Рейсовый автобус следовал из Октябрьского в Пермь, когда около 8 часов утра в него сзади врезался авто. Пассажиры, которые дремали в дороге, даже не успели понять, что произошло. Виновник аварии, он пермяк, говорит, что просто заснул за рулем. Жена, сидевшая на заднем сиденье, получила легкие ушибы. Пострадала супруга? Супруга пострадала? Ну, учился. Не в больнице? А вы куда это? В результате ДТП в автобусе пострадавших нет. В автомобиле Subaru Forester пострадала пассажирка, находящаяся на момент дорожно-транспортного происшествия на заднем сиденье, которая была не пристегнута ремнем безопасности, в результате чего получила травмы. Закрытый перелом грудной клетки и ушиб сердца. По данному факту ДТП проводится проверка. Спустя час после столкновения пассажиров начали пересаживать в другой автобус. Всеобщая тревога. Сегодня в Кунгуре, как и по всему краю, проводится учение, цель которых проверить, насколько люди готовы к чрезвычайной ситуации или стихийному бедствию. Сегодня в 11 часов 30 минут в городе объявили учебную тревогу с включением электросирен. Правда, в Кунгуре звучали сирены не две с половиной минуты, как обещал Виктор Лесняк, министр общественной безопасности Пермского края, а чуть более 60 секунд. Сегодняшняя проверка проводится по указу президента страны после известных событий на юге, когда система оповещения людей об опасности сработала далеко не так, как должна была. Кунгуряки на звук сирены реагировали довольно спокойно, никто не паниковал. Жарная сирена. Что вы намерены делать? Я не знаю. Что в голову придет? Ну, честно говоря, я не знаю, что делать. Куда-то надо бежать, домой, наверное, бежать, что-то отключить, но некогда, работа. Ну, вообще-то я смотрела по телевизору и объявили. Я не один раз попадала на передачу, что объявляли, что будет вот такой подан сигнал тревоги. Чтобы, короче, люди не волновались, чтобы проверить все средства связи, чтобы не было таких трагедий, как получилось в Крымске. Я намерена ничего не делать, потому что знаю, что это обучение или проверка. У нас даже на работе было предупреждение, что не паниковать, все как обычно. Судя по реакции людей, большинство относится к учебной тревоге довольно безразлично. Некоторые даже не понимают, в чем дело. Но службы экстренного реагирования напоминают, что никто не застрахован от стихийных бедствий и катастроф. Быть готовым к такому, безусловно, очень трудно. Но каждому стоит задать себе вопрос, если беда все-таки случится, как мы будем реагировать и что нужно делать? Первая часть нашего учения прошла нормально. Нам передано было сообщение о оповещении руководящей состава и, значит, проверке его прибытия. Соответственно, сигнал прошел. Мы, как и планировали, провести оповещение и сбор комиссии по чрезвычайным ситуациям. Сигнал прошел за две минуты. Прошел дозвон по сотовым. Значит, то, что не прибывших, у нас нет, не отмечено. Только не прибыли те, которые в отпуске находятся и больные. Со второй части учений произошла заминка. Здесь оперативный дежурный краевого управления, значит, почему-то замешкался. Как он объяснил, что плохо работает система, значит, прохождения сигнала. Мы всегда получили 44 минуты. То есть задержка произошла на 14 минут. То есть, и получилось, что в 30 минут только 4 сирены были включены в городе. Поэтому появились, значит, вопросы у жителей, почему сирена не включена. Если бы мы сирены сами, кто как хотел, так и включал, то был бы это бардак, как говорится, в городе Ярк. Кто что хочет делать. У нас есть глава города. Мы подчиняемся ему. Поступил сигнал распоряжения диспетчера ДДС. Диспетчер доводит до главы города. А так как сигнал не поступил, мы самостоятельно сирена не стали включать. Потому что это проводит губернатор. Он проводит, он отвечает за это дело. Соответственно, через Министерство общественной безопасности. Значит, глава принял решение не вмешиваться. И так мы ждали сигнала на включение сирен буквально до 12 часов. Так он сигнал и не поступил. За похищение ребенка не накажет никого. В Перми закрыто расследование уголовного дела в отношении 20-летней Юлии Балок, которая в конце марта этого года похитила ребенка из детского сада Илью Ярополова. Напомним, 27 марта Юлия Балок увела из детского сада в Краснокамске 7-летнего Илью Ярополова. Ребенок был объявлен в федеральный розыск. 1 апреля мальчик был найден живым и здоровым на автобусной остановке поселка Крым. Балок сама вернула мальчика и полностью раскаялась. Поэтому женщина наказание избежит. Лицо, добровольно освободившее заложника, освобождается от уголовной ответственности. На допросе похитительница объяснила, что очень хотела иметь ребенка по имени Илья, поэтому и украла мальчика. При этом у Юлии есть собственный двухлетний сын Кирилл, который проживает у ее подруги в деревне. Юлия Балок была помещена в психиатрическую клинику, однако в июле ее признали вменяемой и выпустили на свободы. Вы смотрите «Город новостей». Минувшая в Кунгуре гроза около месяца назад привела к падению веток тополей по всему городу. В центре проблемы устранили в срок, а вот окраины остались незамеченными. Подробности об этом в рубрике «Мелочи жизни». Генеральный спонсор рубрики «Мелочи жизни» – компания «Домстрой». Профессионал на рынке металлопластиковых окон. Исторический центр нашего города. Находимся прямо напротив соборной площади, где стоит гостиный двор. Свое внимание мы обратили на крышу. Если приглядеться, можно увидеть, что листы железа как будто кто-то скрутил. Давно уже требуется ремонт. Давно. Вот это здание бы еще стояло и стояло, и стояло. Если бы и вовремя сделали крышу, а там с той стороны тоже что-то грится. Это ужасно. Вот все. Пусть все на это. На самотек. Крыша была, и здание бы не разрушалось. А там тоже перекрытие там прогнило из-за того, что это. Из-за крыши было. С той стороны. Все правильно. Не стоит забывать, что это памятник архитектуры. Но мелочь эта может повлиять не только на состояние здания, но также она опасна для здоровья людей. По непонятной мне причине, эту площадку, которая находится на поселке Кирово, не могут обезопасить уже долгое время. Дело в том, что прямо над тем местом, где находятся дети, нависли огромные ветки сломленного тополя. Так это после грозы тут треснуло. Вот от трес такой пошел. И вот эти вот ветки сломило. Гроза, о которой говорит женщина, была около месяца назад. Но, тем не менее, спустя столь большой срок, дела до этой мелочи взрослым почему-то нет. По адресу Ленина 14 мы оказались вот из-за этой опоры. В чем тут проблема, сразу и не поймешь. Но повод для визита, поверьте, серьезный. 20 июля КАМАЗ врезался в столб, и вот произошло. Столб при первом порыве ветра упадет, и либо упадет на этот магазин, либо на этот, либо на дорогу. Если приглядеться внимательно, то можно увидеть. На бетонном пасынке трещины. От этого-то и становится понятно, почему эта мелочь так пугает. Дождались помощи. Жители двухэтажного многоквартирного дома по улице Свердлова, 29, не один год были вынуждены дышать канализационными отходами и ходить буквально по ним. И ждать, что управляющая компания Гарант Комфорта придет и поможет. Но ситуация изменилась только две недели назад, когда со своей бедой жильцы обратились в средства массовой информации. Рубрика «Коммуналка». Дом по Свердлова, 29, далеко не новостройка. За многие годы он просел. Тогда и начались вонючие наводнения. Ведь колодец остался выше уровня дома, поэтому отходы скапливались прямо под полом подъезда в подвальных помещениях дома. От постоянной влажности и отсутствия элементарных санитарных условий с невиданной скоростью разрушался деревянный подмосток, что вместо пола при входе в один из подъездов. Но со всем этим жильцам приходилось мириться, латать вновь и вновь самим этот подмосток, чтобы не было дырки в полу и никто не упал в яму со стоками. Управляющая компания «Гарант Комфорта» решила вмешаться только сейчас. Я вам сейчас не могу сказать, пока я не увижу заключение специалистов своих и водоканалов. А завтра можно к вам поехать? Можно. Хотя очевидцами работ по Свердлова, 29, мы не стали, но результат увидели воочию. Работы проведены совместно с предприятием «Водоканал». Прежнего удушающего запаха уже нет, в этом мы тоже убедились. Словом, свершилось. Кроме разве пары мелочей. Территория возле дома, как после бомбежки. Пол, конечно, сделали более-менее, но на стил все равно нужно делать и с более толстой. Так-то вроде все нормально. Видеоконференц-связь в зале суда. За 10 лет использования такой системы, общение участников судебного процесса в Пермском краевом суде, она доказала свою состоятельность. Кратко говоря, видеоконференц-связь позволяет вести судебное заседание, даже если свидетели, осужденные, не находятся в непосредственной близости. Но факт их присутствия в зале суда обеспечивает система ВКС. Судя по краевым показателям, число рассмотренных дел с использованием такой системы увеличилось в 8 раз. Уже сегодня и в Кунгурском городском суде прошло контрольное включение канала ВКС. Наша съемочная группа стала одним из первых свидетелей этому. Так, настройка связи. Алексей, как слышно меня? Слышно хорошо. Так, колония, как слышно меня? Слышно хорошо, колония. Слышно хорошо. Пускай добавит громкости немножко, все-таки надо добавить. Или там добавить? Оценить технические составляющие дистанционной системы в Кунгур прибыли инициаторы нововведения. Председатель Пермского краевого суда Владимир Вильянинов и Ольга Лисенкова, исполняющие обязанности руководителя управления судебного департамента края. С их подачи монтаж такого же комплекта для осуществления видеозаседания смонтирован и настроен и в исправительной колонии 40 Кунгура. Колонии строгого режима. Именно оттуда, говорят специалисты, поступают больше всего ходатайств об освобождении или смягчении наказания. Поэтому система ВКС призвана облегчить рассмотрение таких дел наравне с другими. Максимально безопасно для сотрудников колонии аппараты суда в более короткие сроки. Это все отлично, неплохо. Церковь. Пять. К слову сказать, положительный опыт применения ВКС, не имеющий, кстати, аналогов во всем мире, уже испытали, кроме краевого центра и судей Соликамска. Дальше Чусовой, Ныроп. В Кунгуре первое судебное слушание с использованием ВКС начнутся уже 2 августа. По постановлению плена Верховного суда, суды обязаны выезжать, как правило, рассматривать, если нет системы видеоконференц-связи, рассматривать дела по месту отбытия наказания. То есть выезжать в колонию. Представьте, какие затраты. Человеческие, для всех неудобные. Система контроля, система жесткости, система накладки со своими ведомствами на накладки. Все это влечет на недовольство, раздражение. А когда система работает, пришел, рассказал, показал. Живая находка. Кунгурская семья не смогла пройти мимо беды крошечного птенца. Пернатый не может взлететь даже на метр. Сердобольные люди решили попробовать поискать ему временного, заботливого хозяина. Вот около дома тропинкой шли с мужем. Вот там с рынка. И думали камешек. А камешек обходить стало, он пошевелился. Пошевелился, нагнулась, смотрю, птечка. Взяли его, принесли. Галина подозревает, что птенец выпал из гнезда. Самое удивительное, что кроха выжил. Ведь на участке, где он был найден, постоянно ходят люди и животные. Теперь, когда пернатый в безопасности и живет в чайной коробке, за ним требуется тщательный уход. Правда, приютившая птенца семья даже не знает, кто это. Похож на стрижа. Чем кормить кроху, тоже непонятно. За весь день, кроме воды, он ничего не ел, а клюв постоянно открывает. Но и в квартире держать птичку небезопасно. Кот Кузи так и норовит ей полакомиться. Чтобы птенец мог спокойно расти, Галина ищет ему заботливого хозяина. И если кто-то хочет забрать птенца в добрые руки, общайтесь с нами в редакцию по телефону 23413. Далее у нас прогноз погоды и рубрика «Если завтра ремонт». Если у вас есть интересные новости, звоните нам в наш телефон 23413 или оставляйте ваши новости на нашем сайте. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова